приветствую меня зовут хатунцев антон сегодня в канале мульча цифон я поделюсь с вами информацией о очень такой тонкой теме как оформление порубочного билета все кто занимается этим бизнесом и я думаю что и кто и не занимается этим бизнесом но они с этой проблемой сталкиваются не знают куда обратиться и у кого можно вообще этот вопрос выяснить поэтому сегодня эту тему которая немножко беспокоила раньше меня я думаю она и вас беспокоит мы подняли и мы ее немножко раскроем поможет нам в этом вопросе специалист который сейчас выйдет нам в онлайн-связь поехали вышли в онлайн-конференцию и сейчас будем знакомиться значит меня зовут антон хатунцев представляйся меня зовут павлина фамилия печневая дендролог и арборист узкой специализации я бы так наверное сказал у меня специальное образование и работаю с деревьями с пятнадцатого года вот работала с школами садами гостиницами с этим короче территориями частных если говорить о той теме которые у нас сегодня у нас тема это порубочные билеты на разрешительная документация под вырубку и я накидал список вопросов на двух листиках разрешено или нет частному владельцу участка по собственному желанию спилить дерево или произвести санитарную обрезку кронирование на территории города москвы по собственному желанию только по собственному желанию можно для этого нужна разрешительная документация кронирование так называемая да если мы имеем ввиду тополя и ивы когда обрезается большая часть ствола так называемая омолаживающая обрезка еще на нее нужен порубочный билет нужен порубочным билет на удаление одного из стволов 준비 нужен порубочный билет на санитарные обрезки то их можно обрезать значит касаемо города москвы а в московской области в московской области те же самые правила там есть отличие в оформлении документации и разница в том что в московской области порубочный билет закрывать не нужно в москве нужно обязательно в москве мы закрываем порубочный билет в области мы не закрываем так дальше в регионах в отдаленных российских регионах ну смотри у нас в основном все регулируется федеральным законом в нем как бы самое главное отражено а дальше региона уже под себя пишут поэтому правила оформления документации правила получения разрешения в каждом регионе свои разные правила в общем да то есть в той же самой тюмени большие разницы от москвы то есть то что можно в московской области точнее вполне может быть что нельзя в темене вы скажете по месту жительства в администрацию наверно обращаться да и задавать такие вопросы так едем дальше какие необходимо документы иметь на руках если я мастер или инженер в строительной организации и после утренней планерки я получил указание от начальства приступить к выпиловке участка и кустов деревьев и корней под строительство автомобильной дороги в городе москва город москва в этом случае если это строительство это должен быть очевидно проект поэтому если у тебя как мастер отправляют на такое задание то очевидно что уже есть проект он согласован в идеале хотя мы понимаем что в москве это по-разному бывает существует порубочный билет данном случае будет строительный порубочный билет и но на работу во первых это наряд допуск и копия порубочного билета потому что могут приехать любые проверочные организации проверяющие и проверить их наличие если документов не будет в том числе не будет соблюдены все правила по охране труда то штраф могут наложить и на тебя смотря на то что ты просто как бы исполнитель такой же вопрос ну касаемо московской области я не могу сказать точно выглядит у них куда более лояльная администрация в целом то есть с ними очень здорово контактировать они сами находят телефоны созваниваются но разрешение тоже должно быть поскольку нужно оформлять порубочный билет для расчистки сельхозземель тут ситуация очень интересная потому что я сама с этим сталкивалась неоднократно и этот вопрос уже земельный кодекс он указывает нам с другой стороны мы понимаем что если мы хотим выращивать картошку в лесу не выйдет нужно убрать и они их нельзя убрать по порубочному билету как таковому составляется проект культура технической и на рации есть организации которые делают эти проекты в рамках этого проекта происходит и вырубка деревьев и восстановление земель потому что теоретически если мы вырубаем лес с какого-то площади то мы будем выкорчевывать и победим верхний слой вот его нужно восстанавливать ясно это правило для всех регионов получается москва московской области россии у нас сельскохозяйственные земли должны огораживать лесозащитные кулака и на лесозащитные кулака и на лесозащитные кулака здесь есть какие правила там уже будет санитарный билет на московскую область то есть там мы просто пассаживаем и если там есть что-то гнилое сухое то мы уже вырубаем это через разрешение возможно порубочный билет оформить самостоятельно технически процесс трудоемкий сколько в среднем уходит времени на оформление как эта процедура выглядит для частного клиента для частного клиента если он сам поедет или для крупной организации если нанимать будет смотреть сейчас во первых ездить никуда не нужно сейчас нужно наличие электронной подписи и мне не очень нравится сама электронной подписи если бы мы не дали возможности не оформлять я бы и не делала честно вот департамент сейчас работает тоже удаленном режиме не веду ситуация просто они перешли на электронную подачу оформить можно самостоятельно там там такой ряд правил которые как бы как бы он описан на сайте дипиоса и как бы там все понятно но когда этих правил 40 штук то запусти 40 не имея опыта практически невозможно и самая большая засада заключается в том что это именно москва кстати вот область гораздо лояльнее они присылают отказ за отказом и там отказ приходит по моему в течение двух дней они дают замечания и это сидишь и методично все эти замечания исправляешь и снова подгружаешь весь пакет документов ну это с непривычки когда это может занять там просто подгрузка документов может на нее может уйти час потому что пока ты все конвертируешь в нужные форматы чтобы это было читалось одно другое третье вот где найти этот правильный адрес как он должен писаться там очень много таких очень мелких нюансов вот и того что адрес должен правильно писаться на всех документах определенный адрес как вы относитесь к теории скупой платит дважды здесь вот если говорить документации то мои заказчики это люди у которых время стоит очень много скажем рыночная цена оформления порубочного билета 20 до 40 тысяч и люди которые заказывают мои услуги нити 40 тысяч могут заработать за день ему гораздо выгоднее нанять меня я ему сделаю с первого раза может быть уверен что через полтора месяца он будет делать это ну я знаю людей которые четыре месяца а сколько в среднем среднем вообще по законодательству это должно происходить по времени мы подаем заявление подаем весь пакет документов в москве и с момента регистрации заявлений все в документах чисто и классно это занимает 28 рабочих дней это месяц и одна неделя очень больше из практики что-нибудь рассказать были такие ситуации допустим кто-то взял у себя во дворе там многоквартирного дома спилил дерево неофициально не оформив там документацию или в частом секторе там коттедж у человека он взял у себя елку там или сосну спилил и сосед пожаловался вот из практики вообще были какие-то что за это может произойти за это может очень много у нас все это регламентируется административным уголовным кодексом есть три истории первое это когда сотрудник школы нечаянно спилил не то дерево рассказывай завхоз попала если я не ошибаюсь на по моему она попала на срок да она реальность совершенно и там по моему еще был какой-то очень большой штраф вторая история это был район куркина у женщины был частный участок и дерево дерево они хотели убрать которая она сажала сама и как только у нее зажужжала пила соседи через выбор позвонили и к ней приехали штраф у нее был но это по тем годам это был наверное год десятый 100 тысяч рублей она говорит ребята за что я сама его сажала как бы не волнует дерево посажено дерево выросло и она стала собственностью москвы в данном случае московской области это очень хитро и этом хотела она его убрать потому что она рисковала упасть в этом случае если дерево упадет то несет ответственность она а если дерево стоит то как бы она московская вот и моя конкретная история это по поводу организации уже непосредственно работ по вырубке у меня был совсем недавно объект один из кстати нюансов всех вот этих вот историй уведомления по москве нужно отправить не меньше чем за пять дней до начала вот отдел экологического контроля бумага это имея уже все документы разрешения порубочные билеты нужно уведомлять еще да да ты уведомляешь не меньше чем за пять дней что ты приступаешь к работам по вырубке или по омолаживающей обрезке и я об этом знала но отправила уведомление за три дня и когда я начала закрывать порубочный билет у меня заказчику моему приходит письмо о том что у вас нарушение я позвонила сразу же в отдел экологического так и так чё за нарушение она говорит у вас уведомление у меня есть они находят у себя на почте потом она не призвали она у вас не за пять дней вот так ну в общем это был штраф суши у меня еще вопрос созрел такой интересный ну допустим клиенты сами заморочились сами оформляют месяц два-три бегают оформили это пусть юрлицо частное лицо сами сделали допустим да оформили сделали но его то еще и закрыть надо да бывают такие ситуации когда человек говорит блин скупой платит дважды лучше бы вы мне сразу и открыли сами бы закрыли его так как вы этим каждый день занимаетесь а тут человек без опыта да он сам его открыл получилось но не знаю не имея опыта как его закрывать потом столкнулся с какими-то проблемами какие могут быть проблемы при закрытии первая проблема что если он вызвал не очень компетентных специалистов которые просто приехали вырубили не спросили вы про уведомление дело экологического вот может не уведомили на первое затем ему нужны акты на закрытие для столоны в москве упростили нужен нужен теперь только акт об утилизации и тогда заказчику если ему опять же исполнитель работ или перевозчик не дал эти акты это очень часто сейчас бывает нужно бежать самостоятельно в какую-то организацию искать ее купать эти акты и стоимость сейчас закупь это уже неофициально получается дело и если попадется человек то это уже уголовно наверно подделка какая-то будет по-разному конечно делать эти акты но тем не менее ему опять же придется побегать опять же время позитивные пожелания нашим зрителям и наверное немножко себе о своей компании куда вообще обращаться вот в принципе если они будут или писать в ватсап на телефон 8 925 575 5929 оставляет заявку я вас буду соединять наши специалисты какая-то скидка будет скорее всего дан там я думаю договоритесь очень важный момент почему гораздо круче в себе специалиста на объект потому что у меня очень часто такая ситуация что заказчик видит вот оно там сухое например все остальное ну как бы нормально она же зеленая стоит по факту же сухое дерево падение сухостоя это очень редкое явление зачастую падают деревья скамелевой гнилью и гнили ну как бы я так понимаю что ты очень опытный в этом именно в этой теме мой приезд очень часто провоцирует людей на то что мы обнаруживаем несколько деревьев может быть мы меняем одно на другое с ограниченный бюджет специалист на участке большое насаждение это крайне не лишняя вообще история так про меня я руководитель и соучастник компании 3 доктор мы на рынке уже 20 лет ну я в этой компании немножечко как можно догадаться вот и мы арбористы то есть мы занимаемся консультацией и уходом здравоохранение растений древесных это наша основная тема то есть мы консультируем и организуем комплекс мероприятий для того чтобы дерево как раз таки простояло очень долго и не болит и что нужно было у него там что-то криминально обрезать вызывать этих альпинистов и так далее либо мы как раз приезжаем и говорим срочно вызывать альпинистов то что она зеленая не говорит о том что завтра она не упадет к вам на участок вот ну и часто мы разгребаем ситуации когда дерево уже упало на соседний участок разнесло машину и мы выступаем в суде в этом случае успешных пожелания пожелание у меня следующее что давайте друзья внимательнее к своим деревьям потому что если наблюдать за ними то очень может быть то вам удастся предотвратить и болезни их и вредителей самое главное гибель и предотвратить их падение вовремя позвоните нам мы вовремя приедем к вам и все будем счастливы и здоровы главное спасибо павлин ребята если вам понравилось ставим лося вверх если не понравилось ставим лося вниз есть какие-то вопросы пишите в комментариях задавайте ответим на все что получится на все что не получится на то что не получится будем искать компетентных людей специалистов надо развиваться надо эту тему поднимать надо двигаться дальше будем разговаривать о природе обслуживанию этой природы поехали дальше